И наша традиционная еженедельная хроника коронавируса. Заболевания по миру 18 миллионов 716 тысяч 965 человек. Умерло более 704 тысяч человек. По странам по-прежнему лидируют Соединенные Штаты Америки. Почти 5 миллионов заболевших умерло 160 тысяч 318 человек. На втором месте Бразилия практически по 3 миллиона заболевших. И умерло 96 тысяч 96 человек. Уверена, на третьем месте стоит Индия. 1 миллион 910 тысяч 681 заболевших. Умерло 39 тысяч 856 человек. Россия на четвертом месте 866 тысяч 627 заболевших. За последние сутки заболело 5 тысяч 204. По этому показателю Россия находится на втором месте в мире после Мексики. Беларусь находится на тридцать девятом месте. 68 тысяч 250 заболевших. Хотя президент Лукашенко уверяет, что в Беларуси коронавируса уже почти нет. Ну, тут все понятно. 9 августа выборы президента. И информация по Украине. Всего заболело 75 тысяч 490 человек. Выздоровело 41 тысяча 527 человек. Умерло 1788 человек. Лидеры по областям. На первом месте Львовская область. 10 223 заболевших. На втором город Киев. 8 812 заболевших. На третьем месте Ривенская область. 6 442 заболевших. На четвертом Черновецкая область. 6 6298 заболевших. И интересующие случаи. Традиционно Черниговская область. Всего 920 заболевших. А Киевская область. 3 942 заболевших. Еще раз напоминаем, что карантин в Украине продлен до 31 августа. Учитывая, что за последние сутки в Украине заболело 1217 человек. Это новый рекорд. А в течение июля заболеваемость ежедневно была около 1000 человек. Выше, чем в июне. Получается, что мы медленно подходим ко второй волне заболевания ковидом. И поэтому карантин может быть продлен и на сентябрь. Исходя из вышеуказанного, еще раз напоминаем, что про маски пока забывать даже на отдыхе не стоит. И, конечно, традиционное мытье рук. В обязательном порядке и часто.